Добрый день всем, кто слушает данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные в марафоне от Data Yoga по Tableau. Сегодня у нас те же данные, проекты опубликованы на Kickstarter с 2009 по 2014 годы. В этот раз мы будем обсуждать параметры. Хоть они визуально и не отличаются от фильтров, они имеют под собой мощные вычислительные особенности, применимы как мерам, так и измерениям, и способны обогатить визуализацию. Давайте перейдем в Tableau и попробуем ответить на первый вопрос. Когда? Причем нужно ответить довольно точно. Время суток, день недели, день месяца и месяц лучше всего регистрируясь в проект, находясь в Австралии. Добавим сразу же параметр, который будет называться выбрать категорию дат. Параметр, а не вычисляем его в поле. Чуть Дейт Категори Причем я предлагаю прописать в определенном формате для того, чтобы можно было сразу это использовать. Hour То есть час День недели День месяца Это просто Day И Месяц Нажимаем Нажимаем ОК Нажимаем ОК И теперь нам нужно, чтобы появилось поле, которое будет изменяться после изменения параметра Нажимаем Нажимаем его Категорию дата Date Категории И Вместо того, чтобы прописывать If или Case То есть большое количество различных параметров Мы просто Сделаем немножко по-другому Мы Используем функцию DatePart Которая возвращает Ту часть даты Которая Была использована То есть если мы пришли, например, hour То он вернет час от данной даты Если месяц, то месяц Если день, то день Поэтому мы прописали В нашем параметре Лишь Определенные Слова Которые воспримет таблок как часть даты Поэтому мы сейчас просто Используем параметр ChooseDateCategory И Применяем ее Для Поле Launched О Я просто прописал строку Вместо Даты Все Вычисления Верные Переформулирую вопрос Нам нужно ответить на то В какое время Суток Дня Месяц И Вообще В какую точную дату Нужно Запускать проект Для того, чтобы Проверить как можно больше средств При этом Находясь в Австралии Поэтому Давайте Используем Некоторые фильтры Выберем Только Успешные проекты При этом Со страной Австралии И Пропишем Результаты Нашего небольшого Исследования В чем нам нужно Именно среднее Привлечение А не его сумма Поэтому Так будет проще И Добавляем Категорию Дат Только Она Не нужна нам Как мера Она нам нужна Как Измерение Вот То есть Давайте Подпишем Еще Нас интересует Именно Максимальное Количество Так Не интересует Сумма Нас интересует Средняя Вот Мы видим Что В 22 Часа Давайте Еще Выведем Параметр Чтобы было Проще На графике Средняя Сумма Собранных Средств На Проекте Максимально В 22 Часа В Четверг 24 День Месяца И В Ноябре То есть Кстати говоря Из-за того Что Считается Чуть По-другому То это не Четверка Среда Будет Поэтому В среду 24 Ноября 22 Часа Лучше Запускать Проект На Кикстартере Тогда Вероятность Сбора Средств Максимальная Следующий Этап Это Второй Вопрос Который Звучит Как Давайте Представим Себе Что мы Планируем Подставить Пьесу При этом Мы Хотим Профинансировать Нашу Идею Бюджет 3000 Долларов У нас 20 дней На Сбор Денег Давайте Оценим Статистику Всех Проектов Категории Театр И Нам Нужно Будет Понять Успеем ли Мы Собрать Такую Сумму 3000 Долларов В период За 20 Дней Давайте Добавим Параметры Характерические Проекта Чтобы Сразу Увидеть Как Мы Сможем Добавить Данный Проект Чтобы Сразу Увидеть Все Необходимые Характерические Нашего Проекта Все У нас Будет 4 Средняя Продолжительность Проекта Средняя Сумма Проекта Средняя Сумма Спонсора И Их Все Необходимо Добавить В параметр Давайте Назовем Его Давайте Сначала Сделаем Необходимые Для нас Меры Средняя Средняя Продолжительность Проекта Это Будет Считаться Авера Авера Эйч Лэнггт Проект Продолжительность Проекта Будем считать В днях Продолжительность проекта Мы уже использовали Эту формулу Так Мы используем Launched Launched И Deadline Средняя Положительность проекта Затем Средняя Сумма За проекта Авера Эйч Проект Сум Ну На самом деле Это Просто Обычные Суммы Проект Мы должны Здесь Посчитать Сумму Всех Средств Спонсора Комбор Frohead и еще один показатель это средняя сумма на спонсора Делим на сумму на спонсора Теперь давайте добавим параметры характеристики проекта Неправильно Параметр Мы теперь Project Characteristics Project Features Давайте так назовем час Опять таки это будет у нас строчка И добавим средняя длина проекта Средняя сумма на проект Project Сомма Давайте назовем попроще чтобы когда мы прописали меры, все было немножко же, вот так назовем, в целом лучше, конечно, написать наиболее понятное название, но тем не менее, все создали, давайте сразу выведем его, и создадим меру, которая будет ориентироваться на данный параметр, давайте пропишем, if project features равно average length тогда в путь выводит average length per project, дальше else if сразу скопируем, чтобы удобнее было average равняется среднему проекту, то пусть выводит средний проект на сумму и на самом деле, поскольку у нас всего три характеристики, мы можем сразу прописать else, но это может повести за собой некоторые неправильные расчеты при изменении параметра и осталось добавить значение end все теперь мы можем выводить то, что нам необходимо характеристики проекта затем главное для каждой категории то есть среднее время сбора средств для проекта в категории театр составляет 30 33 33 дня хотя у нас их всего 20 при этом средние сборы в этой категории составляют около 4000 долларов и при этом среднее количество на спонсора составляет 81 доллар и для того, чтобы получить результат нам нужна помощь порядка 46 спонсоров тем не менее времени у нас недостаточно поскольку требуется порядка 20 дней у нас есть только 20 дней а как правило требуется 30 небольших дней следующий этап это последняя задача в данном разделе так давайте представим что мы зарегистрировали какой-то проект и решили оценить входит ли он в топ проекта с точки зрения средней суммы спонсорской помощи и средней предложительности проекта то есть мы должны построить график рассеивания с использованием параметров цвета и всего чего заходим здесь нет точного ответа поэтому давайте просто сделаем как считаем нужным давайте перейдем от более простого к более сложному добавим сначала параметр который называется топ который показывает топ всех всех проектов которые получили всех привлекли больше всех денег будем использовать range это будет формат integer причем изменяться будет от двухсот до двух тысяч каждые 100 через каждые 100 проектов сразу продемонстрируем как это выглядит теперь нам нужно теперь давайте построим график рассеивания длины проекта от средней суммы спонсора причем в разделении на каждый проект более того теперь еще добавим логарифмическую шкалу для того чтобы все стало более читаемо следующим этапом добавим set через id добавляем create set топ давай напишем это топ set чтобы было понятно нажимаем топ по полю привлечений причем у нас топ будет изменяться по параметру топ и по суммарным привлечениям добавим его сюда и нам нужно чтобы показывать мы можем либо отфлитровать таким образом чтобы показывалось только топ 200 проектов либо можем сделать просто по различным цветам и как видите мы видим где находится топ тех или иных проектов при этом сразу изменим размер чтобы было более удобно читабельно следующий вариант это добавление того является ли это моим или чужим проектом то есть мы увидим это на графике по так также можно при наведении чтобы можно увидеть сколько мы затреплили сколько получили то если мы идем на какие-то топовые проекты то мы видим что конечно у них значение полученных денег по отношению к запрашиваемым в разы больше теперь давайте добавим еще один параметр который будет называться мой проект мы заходим в измерение подойдем к и создаем из него параметр это будет не быстрый процесс придется подождать где-то с полминуты поэтому необходимо набраться терпения для этого поскольку проектов достаточно большое количество то мы не будем делать список а сделаем так что просто при введении определенного количества знаков он выдает другие проекты все получилось давайте назовем это my project он выдал определенный список значений и давайте его сохраним и выведем все все происходит недостаточно быстро тем не менее вот давайте изменим бит в котором это будет выходить давайте type in ставим как видите он сам добавляет то что необходимо теперь давайте добавим вычисляемое поле которое будет говорить это нашим проектом или нет проект проект для того чтобы не было повторений тогда мы выбираем просто через атрибут ид то что он равен my project теперь мы можем разбавить его каким-нибудь другой формой и естественно здесь можно мало что увидеть и давайте добавим его в какой-нибудь другой размер причем сделаем это так чтобы отличия были значительные это нам не очень поможет а вот здесь мы можем настроить как раз таки вот в таком формате как мы видим наш проект не входит в топ может возможно есть смысл выбрать какой-нибудь из этих то есть ID например 2009 150 517 8 511 9 50 az 50 15 packs таким образом, если мы посмотрим на наш проект, который ран ID которого представлено вот здесь и найдем его то мы увидим, что он выделяется звездочкой, это другая форма но он не попадает в топ и он привлек в два раза меньше, чем запрашивал на этом мы закончили разбираться с шестым кейсом от DataYoga всем спасибо за внимание